Самый большой герой на карте, тебя кидают ульт-уверны, ты ничем не можешь задолжить, тебе летит чейнстан, и ты умираешь. Тем более, это огромный длительный дизейбл, и как раз в этом случае тот же арт-читра, а не вообще с ларка совершенно уничтожен. А ты считаешь, честно ли это, что ульт-уверны, допустим, стронг-диспелл не скидывается? Это честно? Да. Почему? Потому что один скилл такой в доте. Морф у нас, кстати, внезапный. Тоже не видно ничего, взяли морфа. Ощущение, что морфы и верны, они герои, которые уязвимы примерно к одни и тем же героям. Сейчас они пикнут аппараты, и посмотрим, как они будут этим играть доту. Да, под марс верно морф. Под марса, кстати, хорошо, можно взять. Это альянсы набираю, да, верно морф? Да. И логар. А берс акса же тоже нельзя скинуть? Что-что? Берс арт. Берсерк тоже нельзя. Нет, нельзя. Сронг-диспеллайв. Ну, это таунт. Ну, технически. А хотя ульт-уверны тоже таунт. Другие таунты можно скинуть. Или нет? Ну, Дарквиллу ульту, по-моему, можно. Это не таунт, это фир. Фир можно скинуть. Фир можно скинуть. Получается, таунты нельзя скинуть. Ну, таунты, наверное, нельзя. Да, то есть, Дуэль Легиона нельзя скинуть, получается. Ну, да. В общем, уникальная механика. И я надеюсь, что если ваши матери уже у телевизора, то активно изучают эту уникальную механику, которую даже мы в сумме, я не знаю, 20к ММР-аналитики только что раскрыли для себя и для вас. Ну, и получается, и для мам. Ну, ладно, какие варианты для Нави? То есть, должен появиться герой с Вестелом, а аппарат смотрится сейчас очень круто, прям супер круто, там, неважно куда. Ну, и вариантов, что Мак Чепенко не знает об этом, нету, да? Он точно уже думает об аппарате. Ну, конечно, должен. Я же говорю, Виверна и Морф, это герои, которые уязвимы к одному и тому же, то есть, вот к ПЛ, к примеру, его забанили, уязвимы один и второй. Аппарат. Долго думал, по-моему, много времени потратил, слишком очевидный был вариант. Но, может быть, просчитывали и другие герои, подбирали, там, Кора, Кора уже продумали. И здесь, что? Если бы я играл на месте Альянс, я бы уже предлагал бы, давайте, Морфа, сделаем с упортом. Потому что, как бы, против Марса и аппарата играть уже не особо хочется. Но в чем смысл-то? Не знаю, значит, у них есть фланы, они его придерживаются, иначе почему такой Морф внезапный, с Виверной? Ну, скорее всего, да, какая-то стратегия, вот просто пока что я не могу понять, на чем она основана, кроме того, что сейчас Альянсы получают в лицо кучу контрпиков. Ага, Бистмастер. Ну, ничего особенного. Так, Бистмастер, Виверна, относительно... Можно по АП в бане. Ну, то есть, линии у них не сильные. Давай так, Тимфайт у них не сильный. Тимфайт тоже не самый ожидаемый герой. Ну, такой. Не, хороший. Ну, очевидно, что мы его вообще редко видим. Но против Виверной, по-моему, слабый. Против Виверной не очень хороший, но против Марфа и Биста сильный. Ну, вот, судя по всему, один из фирменных героев кристаллайза фабрики, потом опа, опа. Я видел совсем недавно, там, начинают люди периодически возвращать разных героев в метод, тестят. Видимо, Матумба играл на ЦК. Успешно. Так, ну и теперь для Na'Vi остался точно герой, который позволит забирать вышки объекты, потому что в этом минус ЦК. ЦК и Марс. Тимфайта сейчас у Na'Vi хватает, у Альянса Тимфайта не хватает. То есть, Альянс нужен Тимфайт. И еще один кор, потому что здесь, по-моему, аппарат не вывозит ни против ЦК, ни против аппарата. Вообще. Еще один кор, это ДК ты сейчас какой-нибудь намекаешь опять? Для Na'Vi? Для Альянсов. Ну, типа того, да. Что-то такое должно быть. Ну, то есть, герой, который в любом случае будет еще бить с руки, потому что есть бисмастер. И герой, который тоже возьмет на себя лейт потенциал, потому что, ну, у Морфа здесь особо игры уже нет. Еще по-хорошему взять героя, который закроет мидера вражескую. Чтобы у Magic Wand не было игры. В общем, слишком много условий с этим пиком. Ну, из интересного у Альянсов, что, ну, магии мало, есть крутые бафы, то есть, есть пассивка бисмастера, будут, ну, боевые ауры, будет Bloodlast. Вот это из интересного. Нужно Гаргону, по идее, забанить Na'Vi. Я бы так сделал, наверное. Она вроде как кажется, что Альянсом не особо заходит, но он как раз герой, который подходит и под критерий. Физикл ДПСа очень много. Который дает много физикл ДПСа, который закрывает ЦК, самое главное, который, ну, может закерить игру, кроме Морфа, а Морф, там, я не знаю, пускай бегает спейсов, не знаю, с кеми артефактами. Банит шторма. Вот. Ну, то есть, я не вижу тут выигрышного героя, кроме Гаргона, ты видишь? Ну, Гаргона не особо, в контре ЦК, наши люди не диспелят. Люди сейчас не диспелятся, ЦКшные. Уже не диспелятся? Ну, они все равно, если замораживаются, то они же там быстро рассыпаются. А это тоже. Правда. Надо будет проверить. Вроде как в последнем патче ввели это, что с людьми ЦК ничего не сделать. Ну, то есть, они получают больше урона, но носят меньше, но их нельзя задиспелить. Так, ну, еще второй интересный вариант, если уже идти по наркомании. Да. Это все из чем, интересно? Если уже. Вот, то это Вайпер, потому что ЦК против него не сильный. Ты имеешь в виду по необычному пути развития событий пика Альянс? Ну да. В скобочках наркомании. В скобочках наркомании. Я поясняю, все-таки нас смотрят. Вот, и против Марса постивку тоже отрубить можно убить. И здесь, в принципе, герой, который вперед пойдет в танчет. Единственное, что он товар дэмэджа не дает, но есть бестмастер. На 25, на 30 дает? Вот так скажу. На 30, на 25. Ну, на 25 он просто берет другой талант, в основном, не дэмэдж. Поизон по зданиям. Так, Вайпер. Вайпер Гаргона. Вайпер Гаргона или что-то там еще. А Вайпер Гаргона, я так понимаю, любой комфортный герой, на котором нормально играет Magical, да? Ничего такого прям... Они там и Паша играют. Ну да, да, они хорошо на нем играют. Герой сильный. Еще дают Нави тимфайта. Ну, Нави не появляется, так и не появляется этого тевер дэмэджа, которого мы ожидали. То есть, есть просто лайнинг. И, наверное, считают просто, что они в голом поле смогут Альянс победить. А как закончить? Вот это мне не нравится, потому что Виверна на обороне горы очень сильна, к примеру. Если сейчас доедет какая-то Медуза, я могу сказать, что там левый драфт уже выиграет. Потому что Нави никогда не закончит против Медузы и Виверны. Лимпа догоняет, да? Остался Лимпа. Ну, остался ДК, да. Но если он, конечно, опять свою Лину не возьмет. Лину? Лину, да. Свою Лину? Ну ладно, физовый герой. Пять секунд. Лил, твой вариант. Твой вариант. Куиндом Кум? Более-менее. Более-менее, ну, средненько, как и все предыдущие пики, в общем-то. Да, ну, дело в том, что Вой Спирит вообще себя комфортно довольно чувствует против Клопы. Ты дротик к нему не кидаешь, потому что он доджит, все это дело. Ну, там кулдауны в два раза отличаются, между прочим. Такое ощущение, что Альянс набрали неплохих героев. И знают какую-то синергию, которую не знаем мы. Нет, в смысле, мы же видим синергию. Мы видим, что здесь синергии какой-то нет. То есть, просто как бы неплохие герои, с условием того, что они абсолютно не обращали внимания на то, что оппонент пикает. Я бы так как бы резюмировал. Это правда. Да, мне ровно так же показалось, что это было... У нас есть план, да, и мы его придерживаемся. Закрыли рукой драфт. Никак не связан с оппонентским. Да-да-да, типа того. Нужно набрать героев, которые будут относительно там универсальны. Универсальны, да, когда ты совершенно не знаешь, что делать. Так, ну я здесь за нами, конечно же, потому что справа есть идея, хотя нету товар-дамеджа. Тут там единственный кор-морф, который там получит ровно или поздно ульт-аппарата и погибнет. Бестмастер здесь линию не выигрывает с Уиверной. То есть, это герои, которые стоят, ну, постепенно кодцы вражеского кора. Там ЦК, они его никогда в жизни не пробьют. Ну, и все. Ну, если прям сильно не... Я не знаю, замок этот маленький запушит линию и отпулит большой? Или отпулит... Так ты на ЦК всегда автоатачишь, чтобы хилиться. Ты против него не так просто как бы золот схитить. Нет, почему? Так я не про восхит. Я имею в виду, если идеально отстоять на линии, я рассказываю, когда ты пушишь линию, у тебя герои в плюс-минус могут пушить линию с Уиверной. Потом даблишь большой, отпуливаешь дабл, разбиваешь свой вейв и ставишь линию в удобное место. Если маленький заблок, ты, в принципе, можешь выиграть эту линию. В общем, это такой матчап, где очень многое будет зависеть от того, что ты сделаешь на линии. То есть, здесь нельзя смотреть просто по героям. То есть, выйдет бист, там, орбовеном третий уровень, ЦК будет второй, например. И они апнут третий, если быстро, то два кабана не могут от этого ЦК и побить. Ну, ты побить. Загубить будет нелегко, потому что там все-таки будет на третьем уровне еще хп. Там слабый лайфстил. Там очень слабый лайфстил. И у ЦК не так много армора вначале. Просто армора много, мало, а хп много. Ну, да, наверное. Но тут просто надо быть очень скилловыми. Наверное, в этом и план Альянсов сейчас. Попробовать быть более скилловыми на линиях, чем в пике. Вообще, мне тоже драфт Альянс больше нравится. Я не совсем понимаю, зачем Альянс. Ну, то есть... Давай так, а мне драфт Альянс не особо нравится, потому что, опять же... Против драфта Альянс. Там нет уронов объектов. Работаться удобно, а выиграть тяжело. Да, вот там то и дело, что объекты брать нечем. Непонятно, к чему, в общем, набраны некоторые герои. То есть, понятен там выбор аппарата. ЦК уже не особо. Войтспирит просто герой, несмотря на то, что драфту много чего не хватает. Но здесь просто есть явные проблемы у драфта Альянс. А что по лайнам? Явные проблемы в том, что Морфа закрывает аппарат очень сильно, что ты там не делаешь. А это единственный герой, который выигрывает доту здесь в Альянс. Да, это и дело. И вторая проблема в том, что тимфайт у них слабый. То есть, они выбирали-набирали, и тимфайта у них не оказалось. Бесмастер тимфайта не дает, Морф там в одну цель лупит. Ква падает немного тимфайта, но по сравнению с тимфайтом Нави это слабо. То есть, недостаточно даже демажа, чтобы иллюзии ЦК сбрить. Вот в чем проблема. Как обычно, после нашей утренней аналитики вопросов осталось больше, чем ответов. А мы отдаем слово в рубку комментаторов. Ну что, друзья, здравствуйте. И приветствую всех любителей СНГ и европейской доты на противостоянии. На противостоянии тегов, на противостоянии суперсильных тегов Allianz и Natus Vincere. Мы будем комментировать этот матч вместе с Женей Шадовехом. Привет-привет. Да, действительно, у нас L-классику. Альянс против Natus Vincere. И сразу же видим, пошли Нави в лес. Почти убили Марса. И Семен заденил его просто на последней тычке. Первый хайлайт. И напомним, сегодня день рождения у Андрея Магочепенко. Поэтому, скорее всего, Нави будет стараться, чтобы обрадоваться у тренера. Да, и не только у тренера, но еще и у менеджера. У Игоря тоже не рождение. Так что, возможно, два подарка сразу организуют своим участникам организации Нави. Возможно, они же с отравляют и все. Ну, тут два варианта, да. Посмотрим, посмотрим, что будут Нави показывать. Видимо, уже сигнатурного для Crystallize ЦК. Очень мало он на нем играет в Competitive. Последний раз пять месяцев назад этот ЦК появлялся, он проиграл. И после этого, видимо, на пять месяцев пропал он из пиков команды Нави. Но вот сейчас снова вспомнили о нем. 19 игр всего. И плюсовый винрейт на этом герое показывает Crystallize. Посмотрим, как он вернется у нас в этом патче. А вот интересный момент. Аналитики подметили, что, в принципе, вот Спирит может доджить дротики. Но когда в прошлый раз играл у нас Чесси, ему падало 6 дротиков подряд. Ну и вот снова мы видим, что Magical страдает, не успевает задоджить. И, кажется, придется тратить фласку. Да, мне показалось, что он сейчас может умереть, но все-таки доджит. Скрим выживает. Придется тратить расходники. Лим фрифармит. Magical подойти к рипам пока что не может. Ну, Клопа в притык подходит. И стопроцентный дротик может у нас всегда быть использован. На топе Виверна Бистмастер. Не самая приятная линия для ЦК. То есть Бист может просто сыграть через топоры и постоянно стоять спамить. То же самое с Виверной. Нон-стоп-спам, нон-стоп-спам. Единственная радость это то, что он может отхилиться пассивкой. Как-то восстановить свои ресурсы. Снизу Морфлинга тоже не сказать, что простая линия против Рубика и Марса. Постоянный Харас и беспокойство о своем здоровье. Нельзя оставаться ЛУХП, иначе копье к дереву. И будут пришивать этого Никобэйби здесь. Слэйр играет на сигнатурном Рубике. Он подъединен на С4 и Ферст Блад для Кристалл Айза. Хорошо, хорошо. Вот так вот спаслись Нави от ФБ и забирают сами его на второй минуте. Интересный момент, что против Сикрет могли тоже как-то Рубика взять Нави. Но не стали раскрывать все свои козыри. И вот против Альянс мы видим реально самый сигнатурный герой с лэйром. Ну когда, если не сейчас? Матч на вылет, нижняя сетка, первый раунд, Нави нужно показывать все свои козыри. Они это делают. Видимо, ФНГ играет без Блудласта. Казалось бы, может там бафнуть Марфа или себя, попытаться кого-то расхарасить. Но имеет он стан и горелку. И при этом потратил всю ману и сейчас ничего не может делать на линии без Блудласта. Пытался Мэджикал за тот же дротик. Разводит его лимб, да, пока что? Ну очень тяжело ему играть. 7-1 Крепсат, вводит спирит, у него нет маны, нет хп. 13-6 лимб. Центральная линия проиграна командой Нави. Очень хорошо лимб начинает. Ну это абсолютно уничтожение. И еще хотелось бы отметить, как бы, когда Квапа добирается до Блудла на четвертой минуте, она его стопрот секьюрит блинком. В этом плане Мэджикал тоже будет проблема. Да, нужно либо звать на помощь уже какого-нибудь Рубика в центр. Либо аппарат. Ну аппарат в ряде чем-то поможет. А вот Слэйер может помочь, но тогда придется оставлять в соло Марса. Ну, линия пушится, вроде бы, в сторону Марса. На 10 секунд можно будет оставить. На топе, видимо, как-то мешает играть у нас аппарату. Да. Или нападение от Кристаллайза. Ну чувствуют, ребята, когда С4 заходит слишком далеко, они его стягивают, примораживают, встанят на 2 секунды. У С4 неприятности он должен умирать снова. На этой линии его ничего не спасет. Не самый частый гость Чаус Кнайт у нас в последнее время. Действительно, первый раз за полгода, возможно, мы его видим. Но, в принципе, герой сильный. Да, есть против него Виверна, ульта Квапы. Но как раньше контрили Виверну? Просто покупали Блинк, юзали ульту. Ай-яй-яй-яй, Слэйер! Ошибается! Еще и Курица погибает! Как неприятно Рубику здесь. То есть просто ЦК покупает Блинк, юзает ульту, прыгает из блинка, рифт и убивает Виверна за секунду. Это рабочая схема. Я думаю, Кристаллайз я использовал не один раз. Да, возможно, в этой игре так и будет, потому что выглядят герои Alliance очень уязвимые. Та же Виверна, Квапа, их можно убивать за стан, за рифт своими иллюзиями. Снова атака на топе, Хэнскин погибает. Это уже третий фраг для Кристаллайза. И видим, что не зря появился ЦК на этой карте. Сигнатурочка работает. Это проверенная временем стратегия. Как же круто работает стан плюс голдфит. Ты не можешь никак задолжить эту комбинацию. Нет, чем диспелить на этой линии два стана. Ну, такими героями, да. Видимо, Мэджикл. Конечно же, реген выпадает в лимпу, пятый левел он уже имеет и очень сложно будет Мэджикл. Единственный плюс, то что на пятой минуте будет баунти руна и хоть как-то сможет восстановить боттл. Как же рекавериться в такой игре? Что нужно делать на Вейтспирите? Может быть, гангать на бот, где-то пытаться морфа уговать с шестого левела? Ну да, с шестого левела нужно какую-то активность проявить. Паша пока четвертый, до арены еще долго. Левел 4 на пятой минуте. Хотелось бы отметить, Ника Бэйби на Морфе сыграл очень много игр. У него в одно время был вообще там винт стрик, там 20 побед подряд в матчмейкене. Очень уверенно он себя чувствует на этом герое. И даже он держался топ-1 дата-баф. Вот так вот. Да, так что, несмотря на то, что оставался в пуле аппарат, они не боялись и взяли этого. Морфа с Виверной. Хотя, казалось бы, один герой, пятерка команды Na'Vi, закрывает почти полностью этих героев. Ну вообще они герзко взяли. Морфа на 15-й пик. Ну верят, верят. Тренируют, скорее всего. В прошлый раз они проиграли команде Virtus.pro Prodigi, если я не ошибаюсь. 2-0. Да, в верхней сетке у них противостояние было. Легко для WP Prodigi эта серия закончилась. Блин, почти шестой левел. Опа, задолжил дротик, но все равно нет здоровья. Шестой левел будет олимпа, и какое-то убийство планируется, скорее всего. Кулдаун, телепорт мы видим. Не так просто перейти на какую-то линию. Снизу у Морфа 34 на 8. Мешает ли ему как-то Паша? Ну, у Паши 28 крипов, как для оффлейнера как-то стоит. Все более-менее. Ну, линия снизу поприятнее для Na'Vi, нежели на топе у Альянс. То есть оффлейн более-менее неплохо отстоял у Паша. По сравнению со Сфо, который на топе провалил свой лайн. У него 2000 нитворца, у Паши 2400. Ну, и мы видим, как Кристаллайз вырвался вперед за счет трех фрагов на линии. Его расфидели. Да, и будет та самая Верна, которая играет через Fast Orchid. Минутик 20-й он обычно получается, если ты не покупаешь лишних артефактов. Посмотрим, насколько больно будет ЦК. ФНГ. Нападение будет ли на него? Нет, слишком толсто. 7 брони. Имеется станы, капли. Какой-то супер бронированный ФНГ. В принципе, Виверну в этой игре реализовывать будет легко. Потому что у Na'Vi нечем особо сейвить людей в Винтерскерсе. То есть нет никаких астралов, никаких там крестов, ничего вообще, что может спасти героя. Под фокусом Хэнскина. На топе снова атака на СФО. Кристаллайз в этот раз вынужден тратить ульт. Но с Униквей вам все иллюзии издуваются. Олимп может сделать минус 2, но улетает отсюда Ильяс. И только Кристаллайза забирают. Хэнскин снимает от него стрик. Кристаллайз пытался задолжить альту Клопы. Ультойн. Но Олимп не поторопился. Ню-ка Бэби очень больно. Поднимают его, но нет стики. Это морф с третьей перекачкой. Не так просто его убить. Совсем чуть-чуть не хватило урона. Буквально один скиллпоинт какой-то мог спасти сейчас. Хватило бы дэмэджа. 1.76 на Альянс. 2.0 на Na'Vi. Коэффициенты на первой карте, да, от париматча такие интересные. Na'Vi вроде бы аутсайдеры, но все-таки сигнатурный ИЦК оставляет за собой шансы на победу, поэтому коэффициент 2. Все-таки они аутсайдеры на этой карте. Вот был на Творце ИЦК 3.300, морфа 2.600. Как же вот эта перетяжка от Коппы поменяла расстановку сил на карте? Морфа 6.5 левел. Скоро будет четвертая перекачка, и его на этой линии не остановить. Интересно, какие будут мувы по карте у нас происходить от команды Na'Vi с Винцер? Ну, нужно двигаться. Нужно двигаться. Проигранная центральная линия заставит сейчас Void Spirit выходить и гангать какие-то линии. Но мы видим, что спрятались на топе Альянсы. За вышкой очень глубоко Хэнскин. И под тавром фармит С4. Тот самый Fastorch, на него QuickBuy уже стоит. Две свои маски купил. Приятно с ними играть. И без Clarity можно, в принципе, и без Manga всю игру обходиться. Ну, NetWars пока неплохой. Ты смотри, 2000 у Верны. Это почти как у медового Void Spirit. То есть, несмотря на то, что на топе С4 умирал, и сам Хэнскин тоже подставился, все равно у него NetWars неплохой по сравнению с саппортами остальными. Тем же Рубиком, у которого пока что, как у пятерки, NetWars. Чтобы зарашить арт-шит, на 20-й минуте достаточно иметь 5000 NetWars. То есть, это вообще не цифры. Да, это вполне реальная сумма. Видимо, близко ПТ. Magical уже, наверное, сгорает немножечко в миде, начинает типать лимпа. Тротики эти ему надоели уже. Ну, нужно смещаться куда-то на другую линию, выбирать цели для атаки. Интересно посмотреть билд Crystallizer. Возможно, сабли какую-то, видимо. Возможно, блинг. Возможно, старый такой православный армлет Тараска и 4000 здоровья вперед. Даже Виверна не сможет. Ну, если он донет ЦК, не сможет пробить. Да, интересно будет, что же выберет Влад снизу. У Паши уже есть арена, хочется ее реализовать, но Никобэйби просто выкатится из нее, поэтому нужно как-то делать это неожиданно. Пока не выходит. Хэнскин улетает отсюда. Сбить ТП ему нужно станом. Есть стан. Две секунды прокает, и Хэнскин никуда не уходит. Очередное убийство. И знаешь, на топе у аппарата должен быть хороший левел. Возможно, он будет шестой даже без книги на десятой, а дальше уже совсем идет другая игра. Если будет какой-то стап на Квапу или на Марфуа, больше он не сможет вот так вот уходить спокойно. У нас подсейва нет ни в одной, ни у второй команды, по факту. Ну, то есть есть подсейв небольшой в виде Виверны и ее колонда Брейса, но опять же это не работает из-за ультимейта аппарата, соответственно. Ну, а у Нави то же самое. Нечем спасать героев. То есть никаких подсейв механик, астралов и прочего нет. У нас будут прям драки интересные 5 на 5. На мужика, можно сказать. Да. Весь демэдж будет входить. Никто не должен спасать. Какие плюсы у Марфайс в этой игре? Первое. Он может прокачать талант на вейформ атак против ЦК и всех иллюзий попытаться убивать. Второе. Он может прокачать плюс 20 секунд культе и превращаться в Виверну, стрелять в ренже. Тоже очень сильно. Вражеские игры в Нави превращаться, ну, в принципе, не в кого. Ну, ты не хочешь ни в одного из этих. Ну, да, сложно придумать, что здесь реализовывать из кнопочек. Разве что ремнанты Войт Спирита. Приятно. У ФНГ просто нет тапка, базила, винделейс и капли. Хотя вот, казалось бы, можно сики, возможно, больше зарейтить, чем капли. Только что четвертый левел был у Рубика. Видимо, книгу берет себе. Сразу же шестой становится. Но денег по-прежнему очень мало у Рубика. Ты смотри, Нетворс. Почти в два раза меньше вражеской четверки. 1400 у Рубена. Ханскин улетает. Мы не должны его находить. Слишком глубоко он. Ну, да-да, не найдут его. Здесь Слэр подставился. Суниквей вынужден лимб трассить, чтобы его убить. И Ханскин смотрит, как падает его тир-один вышка. Сюда сместился кристаллайз на десятые минуты. Стандартное перемещение. Ой, спалился, спалился Ханскин сейчас. Ловит арену и умирает. Это фраг, очередной фраг для кристаллайза. В очередной раз Верона погибает. Неприятно для него на самом-то деле. Ну, немножко замедлил пуш. ФНГ перетягивается вниз. Будет ли какой-то деф? Ну, думаю, он просто здесь смотрит, как падает его достроение. Ну, не может найти себя на карте пока что применение, Артем. Сложно стаки какие-то поделать, морфу, возможно. Стоит на топе как-то подбафать героя, подпушить, возможно. Да, вот хотелось бы подметить. С4 играл у нас на Кентавре, на Марсе, на вот таких героях, знаешь. И вот сразу берут Нави Рубика и уже хорошие. И против Кента, и против Марса своровать какие-то спеллы. Поэтому Бестмастер не самый частый гость. Я не помню, я С4 вообще хоть раз играл на нем или нет. Это первое. А второе. Вот странно, что он играет без топориков. Казалось бы, против ЦК на линии, чтобы его расхарасить. Все верно еще. Вполне себе неплохой спелл. Я думаю, генерал сидит и плачет такой. Эх, С4, что ж ты качаешь, дружище? Ну, может, С4 ты давно не играл уже на Бестмастер. Ну, хотя здесь, в принципе, Кабана нечем секьюрить. То есть, воровать его не могут Нави никак. Поэтому в четверочку Кабан тоже выглядит довольно приятно. Не-не, пассивку просто в раз. А, ну, можно и так. А потом докачаешь ее. Арканру на Акуапу, 40 секунд до ульты. Нужно сделать какое-то нападение в Смоке. Видимо, Альянс сейчас с Некрами на С4 будут собираться и пушить. Раз он раскачал пассивку уже в двоечку. И, скорее всего, будет ее максить. Да, от С4, я думаю, нужен Пайп. Больше ничего не надо. Если купит Доминатор, скорее всего, замедлит вот эту вот ту самую защиту, которая просто необходима против аппарата. Пуаша будет нападать на С4? Да. Есть Арена, Копье. Тут без шанса три героя на С4. Он вынужден отправляться в таверну. 3-6. Нави ведут по счету, но проигрывают тысячу золота. Очень хорошо фармит Квапа. Топ-нетворс у Морфлинга. Ну и с суппортом, как мы уже отмечали, тоже богатый. Это Хэнскин, топ-нетворс среди суппортов. Это вот тот самый разрыв. Посмотри, 3-500-нетворса Вод Спирита, 5-4 стокопы. Вот тебе и 2000, которые потерялись. Видимо, бронзовый Вод Спирит Мэджикала. Возможно, не так много игр на нем наиграл. Или же на фейке. Хотя Мэджикал вроде только на Мэй не играет. Нет, есть у него фейк. Попадался с ним в паблике. Ну не зря Квапа появилась на ластпике. Все-таки были уверены в Альянс, что Олимп сможет на Квапе уничтожить этого Вод Спирита от Мэджикала. Так и получилось. Пока что не прогадали Альянс с ластпиком. Как обычно, нави страдают из-за ластпика. Такое уже было у нас. Знаешь, вот когда видишь аппарата, хочется постоянно видеть нападения, какие-то убийства. Видимо, рисует Огар Вижн, который хочет поставить. Так, Смакея выходит ФНГ. Главное, не подставится. Вроде бы безопасно он двигается. Ставит вардик. Не очень глубокий, но позволяющий видеть вражеских эншентов. Неплохой вард. Вчера на таком самом варде Virtus.pro Prodigy убили Чарли Доту на Террор Блэйде раз пять подряд. И его сложно найти. Я думаю, что Кристаллайз должен понимать. Но знаешь, тут хочется прочекать другие варды в других местах. И этот вард самый такой универсальный в этом плане. Но скоро будет его чекать. Я думаю, Нико Бэби, семь тысяч на Творца, рашит пушку. Да, он же тотейрал прям быстрый сделать. Ну а почему нет? Как я и говорил, под сейва здесь никакого нет. Поэтому можно стрелять. Можно расстреливать людей. Да, есть такой момент. И Шаргана. Он берет на морфе Саши Яшу. Очевидно, это против аппарата, чтобы быстрее заканчивалось действие. Возможно. Даже Сатаник появится позже. Саши Яша Сатаник. Но если Мэджикл купит Аганим, то будет Сайленцы у нас. Они будут тоже быстрее спадать. Но не будет вот этой вот манты, которая моментально может все задоджить. Интересно будет за этим понаблюдать. Также. Но вот спирити любит у нас покупать Юл. И Саши Яша не спасает. То есть на Юл не работает статус резистанс. Ну а может он БКБ купит после Сии сразу? Как ты думаешь? БКБ здесь хороший артефакт. Вот и в пика Нави. Но без БКБ здесь играть вообще невозможно, скорее всего. Поэтому я и думаю, что после Сии возможно. А может быть и сразу после Атериала Морзу рашит БКБ. Я думаю, это будет зависеть от ситуации на карте. Если Нави не будут особо давить, то можно будет еще пофармить, купить Сию и отложить сборку БКБ. Но если Нави начнут действовать агрессивнее, с ультимейтом аппарата, двигаться, пиковать, убивать, то придется сразу рашить БКБ. Есть явный минус у БКБ на Морфе против Рубика. То есть если он тебя заинциировал сразу же, то ты его не спеешь нажать. Тебя продлит. Рубик инстастан, Марс продлевает, и ты БКБ не спел нажать. Ну это да, нельзя подставляться под такие атаки. Ну поэтому часто и доджат. Скорее всего какой-то сатаник мы увидим. Что-то в этом роде. Не хочет дальше идти Ника Бэби, слишком далеко уже крипы находятся, поэтому улетает на топ. Безопасно фармить свой лес. Ханскинг. 3200 на Творца. Еще 2000 и будет заветный артефакт. Ника Бэби, неужели хочет пушку первым купить? Ну в принципе не так плохо именно для разгона фарма. Если делать какие-то убийства, у тебя будет больше левела, больше экспы, все вот этих штучек. И собственно фарм будет становиться намного быстрее. Поставили такой агрессивный манго-дерево, посмотри. Обычно так не делают команды, которые не уверены в том, что они могут под ним кого-то ловить. Но здесь у Альянс мы видим пик, который может реально стирать героев, которые загуляли в этой области. Поэтому они так нагло его ставят и могут там кого-то ловить. Под ту же Курсу, под Рор Бестмастера, под Станогра убивать. Квапа тоже близка к Ратчиду. Такой довольно ранний заход на Рошана от команды Альянс. Мы видим преимущество всего 2000. 16-я минута. А Нави будут дефать? Если залетит ульта аппарата, будет очень неприятно. Нави вообще понимают, что там Рошан падает? У них был Вижен рядом, но кажется они не в курсе о том, что сейчас происходит в Рошпите. Да, они здесь нападают на Хэнскина, убивают его. И прочекать Рошпит они даже не думают. А Егис для Ника Бэби. У них есть скан, но даже не попытались проверить. Ну не самое очевидное действие. У них там нет вообще никакого Вижена. Да, хороший мув Альянс. Но Нави это не особо беспокоит. Они все равно готовы драться, даже с Егисом на морфе. У Кристаллайза левел 12 на подходе, но он тратит все равно первый левел ультимейт. И начинает пушить тир-1. Опа, Морф, первый врывается. Ника Бэби, поймал ультаппарата. Ника Бэби, Соник Вейв уже в Кристаллайз зашел. Иллюзии почти все уничтожены. Ставится арена на развороте. Копье пока что не использует. Паша убили только ФНГ. Считом Ника Бэби в арене себя чувствует комфортно. Выкатывается, а Егис не потеряв. Как Ильяс промахивает с ультой аппарата. Как-то откинулся Морф в сторону. Или Рубик его откинул, я не заметил. Поэтому эффект не висел. Казалось бы, да? Полная контрамарфа, но... Ультой аппарата не долетает до цели. Ну да, выбить Айс, конечно, было бы приятно сейчас. Потому что в следующем файте он может помочь команде Арианс. А сейчас... Нави все равно проигрывают. Две тысячи. Не хватает очень денег на Вейтспирите. У Марса тоже Нетворс низкий. С4 лоу-левел. Девятый. И собирает вторые Некра. Хотя вот заказывали мы какой-то пайп. То есть, да, защита все-таки для Марфа очень нужная. Видимо, Ника Бэби хочет кого-то убить. Но Варди он прошелся, знает. В чужом лесу так нагло Ника Бэби с Айгисом, конечно. Но все равно. Нужно отойти отсюда. Уже Мэджикал его находит. Не успевает сработать Римнант. Но Кристаллайз притягивает. Стан на две. Паша. Копье к дереву. Неплохо контролят. Ника Бэби может потерять Айгис. Ника Бэби. Пока живет. Да ладно, где же дэмэдж? Ника Бэби. Только сейчас Сейл Флеер его добивает. Айгис выбит. Но что дальше? Нави, здравствуйте, здесь не готовы. У них нет ресурсов. Как-то в очередной раз не долетает ульта аппарата. Она просто остановилась возле Эншентов. Хотя было видно, что Морф пошел просто дальше. Сема был со стороны врага, наверное, заходил. С жжего леса. Его здесь поймали на курсу. Сема должны наказывать за этот дропнутый Айгис. Так и происходит. Ну неплохо, кстати, разменялись Нави. Видимо, у Альянса тоже происходит мискоммуникация. В ульту Виверны ФНГ дает двойной стан. Хотя оказалось бы, какой в этом смысл? Могли и без ульту Виверны обойтись, по идее, да? Ну да, да, да. Там уже Орчид на подходе у Хэнскина. Не хотели отпускать все равно Слэйера. Так что все кнопки нажали сразу. Лимп на хосте. 15 секунд ультимативная способность. Есть Арчид. Два Арчида у команды Альянс будет. Интересно. Третья Некра появляется у С4. Но преимущества как такового у Альянс нет. Да, фрифармящий Морфинг, топнетворс. И сейчас он без Айгиса. Не такой уверенный в себе должен быть. Потому что хороший ультимейт аппарат, а прокаст под арену Марса. И Марфа снова будут стирать. Везде по чуть-чуть у нас опережают Альянс. Только у Марса больше на 500 золота, чем у Биста. Хочется Алибарду добрать кристаллику. Он взял армлет. Паша. Пока что Алибарду планирует. У Паши, блин, хочет напасть. Ильяс. Хороший вард. Видит его Некра. Так, Некров нужно зафармить. Пошла арена. В С4. Но С4 тут почти мертвый. Его сейвят, правда, колденбрейсом. ФНГ страдает от кристаллайза. Кристаллайз получил орчид. Вот сейчас снял сразу же его. Успел нажать иллюзии. Как же пол на лимпу иллюзии. Кристаллайза его почти уничтожили. Но Некобейб на развороте. Врывается в интерскерс. Кристаллайза. Нужно чем-то его добить. ФНГ дает стан. Кристаллайз погибает. Это минус. Первый герой команды Na'Vi. Дальше Мэджикал. Орчид Юлами задоджил. Хорошо, Мэджикал будет жить. Ультимейт аппарат опять улетел в никуда. Но как-то не получается у Na'Vi нормально все законтролить. Фейлы конкретные по способностям. Летит все в разные стороны. Как-то вот знаешь, просто так, как будто кнопки выкидывают. Это аппарат там полетел. А попаду, не попаду там. Да, да. Очень как-то не сыграно все. Можно же договориться, например. Там, например, Паша, дай копье. Я сейчас дам ульту аппарата. Давай там как-то скомбинируемся. А как будто ульта аппарата летит. Попаду, не попаду. Дальше ты там прыгнешь, не прыгнешь. Так, Ильяс подставился. Некобейб тут легко его зафармил. Ну и тут еще и Мэжикл получил Оршит. У него есть Юла, все нормально. 3000 преимущества команды Альянс. По киллам у них 6-10. Но, в принципе, это ничего особо и не решает. Видимо, имеется арчит. По деньгам и верно. Уже и ПТ сверху. 200 урона с руки своего. Он взял талант себе левый, да. Он немножко, конечно же, ослаблен, как и все таланты. Раньше давал плюс 60, по-моему. Сейчас 50 урона. Лим подставился. А что здесь делал Лимб? Не понял. Как-то странно он умирает. Очень нагло. У него только Оршит. Он не должен себе позволять так гулять под Т2-вышкой вражеской. Некобейб снизу тоже может тильтануть после этого. Нужно быть аккуратнее. Есть вайформа. Он уходит. От рифта. Это был подарок Маку Чепенко на день рождения от Лимба. Тут, по-моему, еще и Ника Бэйби может подарок подвезти. Ника Бэйби. Винтерскёрд пошел за защитой. Но отличная арена плюс копье. И Ника Бэйби стирают. А вот и ультаппарата заехал. Вот еще один подарочек. И Хэнскин тоже отправится отдыхать. Минус 3 для Na'Vi. На ровном месте Альянса отдают троих героев. Что это? Ну, видишь, морф пока недостаточно силен. Рубик его поднимает. Войд спирит. Начинает с Иула. Все. Погибает он. Ну, как бы против аппарата ты не играешь вообще в игру. Так и есть. Так и есть. Странно, что вот до этого не получалось сделать хороший замес. Но я думаю, они подсобрались уже. Видимо, сделали хорошее убийство. Наверное, почувствовали запах крови сейчас. Лимб им его подарил. У ЦК из термли... Альбарда. Хороший артефакт. Против Виверны. Есть статус резист. И можно как-то поменьше органов себя впитать за это все время. Так, он еще и в Амбрейс забирает. И смотри, сейчас какие плотные будут иллюзии. Ну и сам ЦК тоже под 2700 хп должно быть. Мне интересно, захочешь он купить Тараску, либо же Сатаник. Сатаник звучит неплохо. И раньше покупали на ЦК. Иногда ситуативно Скади, что очень хорошо против Морфа и Виверны. То есть не так сильно будет отхиливаться у нас. Скади вообще топ-итом. Если Кристаллайз купит его, то... Респект просто. Ну он пока хочет взять Blocking Bar, чтобы не чувствовать прокасты ФНГ, не чувствовать шотган Ника Бэйби, возможно. Не, ну пока понятно. Он там купит какие-то СВО, артефакты против Арчида. Сбрасывать все это дело надо. Дальше посмотрим. Ну, Na'Vi Team Fight выглядит очень сильно. А вот у Альянс особо непонятно, как драться. У них есть вроде фокус за счет Рора от Бестмастера, у них есть Винтерскерс с Виверной. И вокруг этих двух способностей, казалось бы, должен двигаться их Team Fight. Знаешь, вот статус резист иногда работает в обратную сторону. Если Виверна дает тычку по ЦК, да, оно быстрее закончится, но оно и больше урона внесет за маленькое количество времени. Так работает вот это вот, все вот эти уменьшения. Да, урон не уменьшается, только время действия. Да, урон не уменьшается, он просто быстрее нанесется. Урон ускоряется. Да, Dragon Scale падает для Na'Vi. Видели мы, как если статус резит процентов 80 и Бэйн ультует, то там весь урон просто за секунду уходит. Какие-то бешеные цифры. Да, Паша уже готов атаковать ФНГ, подставился. Аккуратнее нужно двигаться. Ну, на игре он готов умирать. Если на него потратят арену, я думаю, Альянс будут довольны. Потому что эта арена много неприятностей делает. Оп, минус Курьер. Но это может быть смерть для Паши, потому что уже подходит С4. Да, Паша забайтился на Курьера. Да ладно, 252 золота дает Ника Бэйби. И Na'Vi нужно отступать. Без своего танка они не смогут драться. Инстасмог. Хотят наказать за ошибку, сделать еще один минус. На топе есть WoW Spirit. Куда же они пойдут? В принципе, Виверна может засетапить любого. Видимо, у них в кикбай Латар стоит. Ох, убийца. Невидимый убийца будет на катего Альянс. Кристалай снизу, как будто ни о чем не подозревает. Ему уже заходят в спину. Кристалай за огромные неприятности. С4. Рор. Сайленс от Квапы. Даже не нужен здесь Винтерстерс от Хэнскина. И так должны разбираться. С Кристалайзом какой же бешеный расстрел еще и Ника Бэйби здесь. Но это ответочка от Альянс. То есть наказывают они за ошибки Na'Vi. За такие же ошибки только что Na'Vi наказывали своего соперника. Вот казалось бы, пик у Na'Vi mid-game. То есть побеждатели не должны прямо сейчас и не ошибаться. Видимо, Паша прыгает за курицей и сразу же смог, который наказывает еще и ЦК. Возможно, Кристалайз думал, что искать будут героя в Альянсе где-то в его лесу, а сам находился на территории врага. Обычно это работает. То есть ты занимаешь позицию самую сайвовую для фарма. В данной ситуации сайвовая позиция это в чужом лесу. Но не получилось. Альянс прочитали его, нашли, наказали. 12 500 на Творсу. То есть рано или поздно он дойдет до тех цифр, там 20 тысяч. А что у него вообще по планам сейчас? Будет ли это Блэкинг Бар, который им позволит чувствовать себя приятнее в драке? Или может быть что-то более жадное? На Марфа можно взглянуть. Пока что Блинк мы видим из Шабеда, как мы уже видели у Хэнскина. У Агра тут Транквилы, два Брайсера. Курьер постоянно таверни. Он уже взял Блэкинг Бар и это будет Сия все-таки дальше. Да. Ну хороший выбор артефактов, в принципе ничего лучше и не придумать. А как сейчас убивать Марфа? У меня такой вопрос. Кроме как инстастанов. Ну да. То есть Рубик его поднимает, все... Если мы исключаем ошибку Ника Бэйби, который не подставится под инстастаны и нажмет БКБ в драке, как его убить вообще? Так в чем ошибка? Если Рубик просто его поднимает, находит, если он фармит, да? Ну это да, это понятно. Но в тимфайте, в 5 на 5, как убить Марфа? Так на Ви не хотят тимфайтиться. Они хотят просто найти Марфа, который будет где-то фармить и поднять его. Зачем им драться с ними в приты? Конечно, если Морф нажмет БКБ и ворвется там во всех, это уже будет печальная история. Ну вот я об этом и говорю, что сейчас Нави, если не найдут Марфа где-то, если они не смогут сыграть от минуса, от пик-оффа, то драка 5 на 5 для них выглядит тяжелой. Хотя, что у них есть? У них есть иллюзия ИЦК, которая сразу же улетает от Соник Вейва. У них есть арена Марса, которая опять-таки в БКБ Марфа не работает. Много смоков уже было использовано, видимо, команды просто стоят, хотя уже могли заюзать раз в 20. БКБ нету кристаллайза, 150 крипов на 26 минут, не так много на самом-то деле. Но он сильно просеял по фарму против Марфа, уже 3500, 3000 разница. Это почти БКБшка. Так, Глиф, ФНГ собирается нападать, все-таки смок не используют, идет первый. Да, ФНГ готов встанет, хороший радиус. Дальше арена, правда защитная Марф рывается, у кристаллайза уже полхп минус. Кристаллайзу нужно как-то спасти, но нечем, кристаллайз страдает очень серьезно. Ника Бэйби, что? Как Ника Бэйби вообще умер? Его Виверна своя убила. Как же быстро его не стало? Ну и это уже хорошая драка для Нави, они могут продолжать атаку. Хэнскина тоже уничтожают, Паша копьем добивает его. Пышка падает, ФНГ там подставился, Слэйр его находит, выкупается Хэнскин. У Нави потеря также и пятерки, но развороте Паша страдает, как же больно. Дабл дэмэдж у лимпа, там разрывается лицо просто у Паши. И Слэйр тоже погибает, ФНГ забайтил на себя сейчас. И боебой Квиверны спасает эту ситуацию. Ну и Квапа, конечно, дэмэджа внесла нереальное количество. Можно посмотреть Fight Recup. Был лимп у нас с дабл дэмэджем, под пассивкой Бестмастера, под пассивкой Некров, много урона было. А как погиб у нас Морф, он нажал БКБ, Виверна дала ему колбу, и он в этой колбе умер под ультой аппарата. Ой, как же неприятно, дискоммуникация небольшая. Не доиграл нас Ханскин за Месси, ну бывает такое. У Копы все очень хорошо. Она тоже один из неприятнейших героев против ЦК в лейте. У нее левел 18, когда он дойдет до 25-го, там будет страх, это будет печально. Наверное, Ника Бэйбис сейчас скажет, все, братан, хватит, прекращай меня сейвить, не надо больше. Отключит просто помощь, это верно. Он нам просто дизайбл хелл поставит и все. Ничего даже говорить не будет. Да, сейви там других, других людей. Я сам справлюсь. Мэджикл, все было у него плохо, сейчас 12 тысяч нетворс, интересно, какие артефакты он собирается себе покупать. Возможно, Аганим какой-то, либо же Дезоль, чтобы быстро там Виверну вырезать. Можно показать, вот, спирит. Отказано. Такой фиолетовый игрок. Так, Мэджикл с Аганимом, да, что там нападает на ФНГ. Ух ты, как нагло, Мэджикл вперед летит. Вообще, куда он врывается? Слэера там потеряли, Винтерскёрт тем временем Мэджикл. Он соло умрет сейчас, что делают Нави вообще? Как же так странно умирает Мэджикл сейчас. Что это такое? Лимпа здесь могут найти, но он отпрыгивает. Прыгает за ним Паша, Арена Копье. Неплохо пригвоздил. Лимпа неприятности. Ульт аппарата полетел. Нужно чем-то засейвить. Но это ульт. Нет, какой кул, но рейд зачем? Походу, еще один будет сейчас отключать помощь. Потому что лимп должен догореть от ульта Виверны. Да, погибает лимп. Но на развороте Ника Бэйби врывается. Как же больно Паша. Даблкил уже делает кристаллайз. Забирает еще и ФНГ. И Ника Бэйби тоже двоих прикончил. Минус 4 для команды Альянс в этом файте. Выкупился Мэджикл. Но он уже не поможет. Ника под Блудластом с даблдэмэджем. Опять даблдэмэдж. Да что ж такое? Вторая драка подряд в Альянс с даблдэмэджем на коре. Это не честно. 3 500 урона он вносит. Еще и на Морфа даблдэмэджем. Это почти халявная рапира. Плюс 250 урона он получил сейчас. Да что, не честно? Честно. Видим. Рошан. Кстати, нормальный бэйбэк. Казалось бы, Мэджикл просто бэйбэкнулся. Но умер бы Рошан просто за секунду. 600 урона у Морфа. Ну да, решили таким образом задефать Рошана. Но теперь нужно за него драться, Нави. Первая ошибка Мэджикла в игре. У него был счет 3-0. Он так странно сейчас ворвался. Я, если честно, не понял таких мувов. Против Виверны с Сарчидом залетать. Ну, возможно, понадеялся, что Ханскин сделает все очень плохо. Собственно, он так и сделал в замесе. Дал колбу к Вапе, которая уходила. То есть там не успевали дать второй стан. Попытался засейвить Ханскин. Хотя есть ульта аппарата. Да, не прочитал Ханскин в очередной раз. Подставился Слэйр прям под Виженом. Нужен Центрик. Да, есть Некра, который показывает Слэйра. И добивать его. Ника Бэйби превратился в Слэйра. Добивает его Ханскин. Без Вебека. 7000 преимущества для Альянса. И это будет заход на Рошана, я думаю. Сатаник стоит в Кьюгбайе. Марфас кипает он Сашу Яшу. Мне кажется, правильно делает. Да, сразу Сатаник. Почему бы и нет? Он больше дает. Угу. Ну и сложно дефить Рошану. Полетит ульта аппарата. Ну, под ульта аппарата можно что-то придумать. Но слишком быстро падает Рошан. И Альянс, по-моему, даже не боятся. Да, они спокойно забирают Рошана. Сыра Егис. 30-ая минута. Альянс снова с дропом. Сыр против ульта аппарата не особо поможет. Вот Айегис сила. Потому что Айегис не очень хорошо. Никак Байбер реализовал. Возможно, в этот раз получше получится. Владмир имеет у Громага. Очень все хорошо у Артема. И вот та самая игра. Мы наблюдали. Отмечалась против Virtus.proprodigi. И до этого вот ФНГ. Вроде бы пятерка, но играл как четверка. У него там на чене 70 крипов на 20-й. Бедный Ханскин там бегал. 2000 нетворца там в минуте на 25-й. Видимо, в этой игре Артем фул пятерка. Ханскин фармит у нас. И у Альянс вырисовывается какая-то синергия. Да, но тут был у них план, что Виверна будет в соло убивать таргет. И так и происходит. В прошлом файте Ханскин за счет Арщида и своего ультимейта убил Мэджикла. Он может делать так постоянно. Убивать Рубика, убивать Водь Спирита. У ЦК появился хороший талант. Теперь сквозь БКБ Морфа сможет он рифтовать. Это нереально важно. Как же все хорошо у Морфа. На Аскаде по плану у Ника Бэйби. Тяжелая ситуация для Нави. Такого Морфа. Попробуй бей еще. У него уже Сатаник. Очень быстро будет проходить ультаппараты. Чего мы ожидаем от команды Нави? То есть как должен проходить их идеальный замес? Нужно убить первую Виверну. Дальше под контролем какого-то Бистмастера. Сначала разбираемся с аппортами. Дальше уже по ситуации. Ну знаешь, что тем в ФНГ попробуй разберись. Он на игре очень плотный. Они его фокусили в одном из файтов. Ничего из этого не получилось. Возможно легче зафокусить уже Квапу, чем... Да, да, да. Я об этом и говорю. Чем Агром. Лучше Квапу убить, наверное. Вот если брать... Слэйер снизу. Смэджиклом атака на СФО. Не ожидал такой атаки Густав. И будет умирать это ультаппарат еще сверху. Ильяс оформляет убийство. Теперь нужно сделать ноги отсюда. Иначе Квапа накажет. У нее уже ворует скрим. Не самый приятный скилл. Слэйеру. И Мэджиклу нужно как-то отсюда убегать. Блинк. Астрал степ. Разбежались. Тепа аут. Мэджикл. Успевает сделать. У Хэнскина просто нет. В арктикберна, видимо, чтобы взлететь. Сбить ему. Стянули наде всех героев команды Альянс вниз. И в это время хотя бы Маркс может немного пофармить на топе. Бутлик в контроле руны. Имеются иллюзии на топе. Кристаллайзу повезло. Но. Он их доджит. Да. Он их не заметил. Он их не заметил. Кираса хочет себе кристаллайз купить дальше, чтобы защитить себя от физатак Марфа. Но это все, что его убивает, в принципе. В последнем файте его затыкал Морд до смерти. И Кираса, конечно, в этом плане поможет. Но когда она будет? Ну, смотрим, как это все попадет. К тому же у Марфа, скорее всего, скади появится к тому моменту. Разница по Нетворсу огромная. Вообще, если пойдет какой-то фокус от ЦК по Марфу, там урона будет много. Все-таки эти иллюзии не самый плохой спелл в доте. Могут разрывать на части, несмотря на 38 брони. А вот и пятерочка на Na'Vi. Шансы на победу в серии, правда. Матч-виннер. У нас коэффициенты от париматч. Если вы верите в то, что Na'Vi могут такое камбэкнуть и отыграться, то всегда успевайте ставить на своих фаворитов на париматч. Под стримом есть баннер. Переходите, получайте 100% к депозиту. Нико Бэби не верит даже, что ему что-то сделают. Зашел на вражеский хайграунд и правильно думает. Ну, слушай, очень нагло он играет. Две минуты еще до выпадения Аегиса. 10 тысяч преимущества Альянс. Na'Vi находят на топе S4. Это был фликер, я надеюсь? Нет, это был блинг. Он на месте блинканулся. Густав немножко испугался. Рановато еще до появления фликера. Умирает он, но слейера могут забрать на развороте. Квапа прыгает. Типаут отсюда уже Мэджикл пытается сделать. И только четверочку смогли забрать. FNG нажал сетку, не успел он долететь до Водит Спирита. Вот нет таланта у него на Кастренж, скорее всего. Поэтому не успеет. Просто не достает. Виверна, есть блинг. Скоро Shadow Blade. Будет цеплять самым неприятным способом Водит Спирита. О, подставился кристаллайз. Ну, здесь FNG-1. Не успеет ничего ему сделать. Ника, бэйби. Хочет себя все-таки дофармить с Ею. Максимально уплотняться в плане сопротивления эффектам. Шиво появляется уже квп. Отличный айтем против кристаллайза. Марфа талант на 20-ом на вейв форма так? Вот мне интересно. Если так, то иллюзиям ЦК вообще не сладко. Раньше Квапа разбиралась с этим одним Соник Вейвом. А сейчас... Ну, от одной вейв формы они не упадут же, по идее. Нужен все-таки еще какой-то дэмэдж. А у Ешной. Ну, там очень больно. Там сплинтер бласт какой-то, вейв форма. Может быть так. 4 тысячи денег у Нико. И он докупает, да. Прямо рейд-кликом берет себе Сержант Яшу. Ну да. Максимальный статус резистансы. 20 тысяч на форсу у Марфа. А вот и та самая ситуация, когда у Марфа 20-ка, а у ЦК только 14 тысяч. Как убить этого монстра? Ульт-аппарат должен в этом помочь. Но БКБшка. Спасает. Хэнскина могут найти снизу. Паша побежал. Глубоко очень. Хэнскин успевает отпрыгнуть. Попытка была его вцепить. Семой. А Егис выпадает. Но там сыр, по-моему, еще остался. Да, вот у Семена имеется дыхание биверное. А вот и так от Паши. Хэнскин. Выживет. Паша ошибся. Нечем ему было помочь. И Паша на спайдер-ножках топ-топ-топ на хай-граунд бежать отсюда. Но Шива и сбить ТП-шку должны Курсай. Да, Паша умрет здесь. Там тем временем ФНГ подставился. Мэджикал его зафармил. Так что еще разменялись Нави. Хоть как-то. Знаешь, тут какая-то опять странная синергия команды Нави. Казалось бы, можно убить Верну и все, отойти. И аппарат не использует свой ультимейт. Не хватает урона на нее. Да, Паша не заколил почему-то Ильяза. Не попросил помощи. Видимо, поверил, что хватит урона на НКБ. Атака неплохо. Он успевает продолжать БКБ. Вот тот самый статус резист. Спасает его сейчас. Очень быстро закончился от телекинезис, от Рубика. И не успели просто среагировать Нави. Кристаллайз топит себя иллюзиями. Нужно было заранее кидать ульт. Они, видимо, подумали, что у нас так много времени. Там он полетает в телекинезис. Но ничего подобного. Он очень быстро закончился в Кристаллайзе. Рор. У него огромная неприятность. Его сгрызает НКБ. Моментально уже минус 2. И, правда, в размен уходит С4. Попытка еще кого-то зацепить лимпом. Он просветил аппарата. Но прыгать под Т3 уже не станет. Там больше была такая ситуация, что не успели зачейнт встань. Быстро закончился телекинезис Рубика. Поэтому успел он отойти. Но даже после этого еще висела ульта аппарата. И ЦК блочил себя иллюзиями. То есть он шел последний. И не смог притянуть Марафа через МТБ. И Альянс уже на хайграунде. Они готовы идти вперед. Слеер снова прыгает агрессивно. Вот в этот раз получилось. Комбинить. Вот так вот работает комбинация Нави. Они убивают НКБ и у лимпа неприятности. Нужно его цеплять на ремнант. Ремнант нет. Просто Слеер добивает его войформой ворованной. Как же легко для Нави. Вот и Морф против аппарата. Не имея БКБ, не выживает. За секунду его сбривает. В этот раз. 2000 золота. Жаль не ЦК. Да, даже 3000 отыграли сейчас Нави в этом моменте. Десятку они летели. Уже 7000 осталось. Все-таки у Марафа остается 20 на 1000. А вот Кристаллайз немножко отстает. Но видели мы в замесе. Хватает ему урона. То есть он может справиться со всеми героями команды Альянс. ЦК такой универсальный герой. Ему никогда много не надо было. Да, но деньги это круто, конечно. Что у вас такой богатый Морф. Но я думаю сейчас заметили. Все зрители как он быстро умер. Даже с таким Нетворсом. И деньги это не проблема для Нави. Они могут спокойно убивать этого Марфа. Главное комбинить свои способности. Хорошо использовать Айс Бласт. 37 минута выпадает Элезионист Кейп для ЦК. Приятный бонус. Приятный. Это невероятный бонус. Он дает 10% плюс урона. А там и так супер сильные люди. Они теперь еще сильнее будут. Главное их уплотнить теперь. Возможно стоит подзадуматься над этим. То есть купить какую-то Тараску, о которой ты говорил. Вместо Керасы. Или все-таки нет. Нужен Сатаник. Ну или Сатаник. Они тоже усиливаются от Сатаника. Нужна сила. Просто ХП. Хотя Тараска она по-своему хороша. Она усиливает все хилы на 50%. Если ЦК хоть раз там даст стычку, сразу фулл ХП. Условно говоря. Опять Сиома. Как же он хорошо ловит героев. Но в этот раз суппорт. Пятерочка. ФНГ погибнет. Если будет еще хоть какой-то дэмэдж. Да ладно. Нечем продлевать. Был далеко Мэджикал от этой атаки. Он успевает отойти. На стрелл степах. Здесь уже контратака от Альянс намечается. Украл себе Ястреба Рубик. Теперь будет дополнительный Вижн. Не все так просто. У Мэджикала 25 левел почти. Там чуть-чуть ХП не хватает. Будет он невероятно сильный. Ну кстати он камбэкнул здорово. Ты смотри он уже по нетворцу почти как Клопа. Хотя так сильно проседал он в начале. А снизу иллюзию иллюзию Паши поймали. Я так понимаю это иллюзион скейп как раз таки сработал. Потратили винтерскерс на нее. А разве она Паши? И рор потратили. Два ультимейта. Но видимо он еще не успел отдать его кристаллайзу. А может у кристаллайзу какая-то получше шмотка есть. И не хочется с ней расставаться. Хотя казалось бы Лизнискейп. Что может быть лучше. Но он там вроде с фомбрейсом бегал. Тоже приятно. Бонус в виде силы для иллюзий. А вот отмечали мы Клопе. Нужен левел 25 и линка. То есть против Рубика без линки не поиграешь. Да у тебя есть БКБ. А что если Марфу тоже линку собрать здесь? По-моему это хорошая идея против Рубика. Не-не. Это лишний артефакт. Ну окей. А что он будет делать вообще на Марфа дальше? Он вроде бы уже все что хотел собрал. Сия, БКБ. Смотри, на Рубике легко сбить линку. Сатаник. Ты просто нажимаешь ульту и моментально телекинезис. То есть там особо она не решает. Ну собственно. Ну вроде да. Но что тогда нужно Морфлингу? Собственно то же самое и с Клопой. Что тогда ему нужно? Он хотел Дайдалус, когда они доминировали? Рапира нужна. Рапирка? Да. Ох, ну это уже лин будет. Если он ее потеряет, на этом игра закончится для Марфа. ЦК уничтожит его с Рапирой. Ну нужно убить всю команду за 2 секунды буквально. За БКБ. То есть если ты за БКБ не убиваешь, то игра проигранная. Правильно я понимаю? Почему нет? А тут поймали Квапу? Опять лин под подарочек команде Нави. Так если у тебя не будет Рапиры и ты не убьешь, то ты тоже проигрываешь по твоим словам. То есть тут либо Рапира, либо нет. Есть там ульта, аппарата. Если у него есть ББК, он их 100% использует. В Водспирит у нас есть Аганим. То есть 2 Саленса по 2 секунды. Да, там они быстрее спадают, но все равно это неприятный момент. Ну хорошо, посмотрим, что будет появляться у Марфа. Уже Кераса готова к кристаллайзу. Он, правда, даже не оставляет на байбэк, закупает. Я подумал, что он оставит все-таки деньги на выкуп. Плюс у ЦК есть Алибардо. То есть это промахи как-никак. Иллюзии нужно убивать. Поэтому ожидаем и Рапиру. Наконец-то Нави на Рошана заходят. У нас третий Рошан и в этот раз впервые для Нави. Нужно его дефать Альянсам, но пока что Мэджикал подставляется в миде. Может умереть. Да, Мэджикал погибает. Нужно байбэкаться, если они готовы здесь драться. Врывается в Нико Бэйби. Отличный Винтерскюард под сейв. Слэйра, который пытался поймать Нико. В БКБшке Нико готов убивать дальше. Ильяза тоже отправляется в таверну. Даблкил уже для Нико Бэйби. Выкупаются два героя команды Нави. В арене стоят. Пока что вроде бы неплохо себя чувствует. Станп у Нико Бэйби на две секундочки. Но добить его, добить его нечем. Иллюзии только бьют. Кристаллайз не справляется с этим. Он остается один против четверых. Его расстреливают у Кристалла. Из-за огромной проблемы Нави проигрывает эту драку. Нико Бэйби трипл килл. И только Мэджикл остался. Который уже никого убить не сможет. Нужно бежать. И вот там СФО цепляет. Врыв Пашу. Он только вот так вот может гордо пытаться сделать отсюда тэп аут. Лицом. Встречая соперника. Развернувшись к ним. Вот так вот щитом принимая урон. Но в спину прыгает Лимп. И добивает его минус шесть, по-моему, героев у команды Нави сейчас. Они слишком много байбэков потратили. Нет у них байбэков вообще. Если Альянс пошли бы в трон, то скорее всего игра бы уже закончилась. Но Альянс решили все-таки не рисковать. Забрать Рошана. Мне кажется, они и так и могут успеть закончить. Да, 100 секунд еще до появления Войт Спирита. 50 до появления ЦК. И то у него не будет ультимейта, скорее всего. Так что трон все равно может упасть. Нави сейчас. Та самая Рапира стоит как Биоморфа. Сейчас она ее купит и... Да, стики можно продать и пойти просто в трон закончить игру. С Таяисом. Трона будет неприятно. У него слота нет. Ах, заход от Нави на Рошана оказалось, что очень приятный. Но в итоге этот заход заканчивается плачевно. В трон будет нападение. Рубик аппарат попытается как-то поддефить. Или же, возможно, Альянс попробует сделать мега-крипов. Войт СК появился, кстати. 20 секунд, он появится сразу с иллюзиями. Имеется ли глиф? У Нави глиф вроде бы есть, да. Лимб хочет бить Рон. Ника Бэйби тоже идет прямо в Т4. Первая вышка уже начинает падать. Они все понимают, нет Бэйбэка у Войт Спирита, нужно нападать. Урон не особо... Придется дефать Рон Нави, потому что не будет мэджикла еще 50 секунд. ФНГ идет выигрывать время, но там глиф все равно. ФНГ, приморозили, убивать нечем. Два суппорта живы у Нави, выкупается Паша, хотя он только-только должен был появляться. Уже Кристалайз прыгает, ловит Трор сразу же. БКБ нажал Ника Бэйби. Ника Бэйби, просто на Рапире лупит Трон, и там Трон падает просто за несколько секунд. Нави теряют свой Эншент, нечем его задефать. И даже не успел появиться Мэджикл. 1-0, Альянс забирает первую карту в этой серии.